Приветствую всех поклонников авиации из Fightful Fire. Подошло время рассказать про ещё одну новинку марафона — Bucaneer S1. В игре это вторая уже по счёту версия этого самолёта, и она считается ранней модификацией. Внешне обе эти машины фактически не отличаются, но вот по возможностям это, можно сказать, небо и земля. Начнём с того, что модификация S1 расположилась на боевом рейтинге 8.7. Это тот БР, где представлено большое количество самолётов с ракетами в воздухоповерхность. Наверняка некоторые из вас уже скажут, это же имба. Но на самом деле это не так. В отличие от того же маленького юркого G-91, Bucaneer едва успевает набирать скорость. Он большой и неповоротливый. Меня взбивали не только зенитки, но даже различные БМП. Конечно, можно потратить время и занять достаточную высоту для пуска буллпапов, забравшись так на 5-6 километров, но не факт, что с такой высоты вы сможете быстро найти подходящую цель и по ней отработать. Тем более, не стоит забывать про истребители. Для их сбития у нас ничего нет. Если у версии С-2 хотя бы были ранние ракеты, то у нашей модификации есть только бомбы. А ими сбить вражеский джет непросто. Нужно прям подлавливать его у земли. На такой фокус уже ведутся немногие. Также мы потеряли возможность подвешивать блоки сложными тепловыми целями, так что от ракеты увернуться будет сложнее. Зато у нас осталось СПО. Как только зенитка или вражеский самолет начинают нас облучать, мы увидим, с какой стороны есть угрозы сбития. Полезная вещь, особенно когда мы штурмим. В большинстве случаев на этих боерах уже все зенитки обладают АРЛС. Конечно, не все сразу захватывают радаром, но обнаружить зенитку так гораздо легче. Что насчет выбора подвесного вооружения, то наш список стал намного скромнее. Тут нет такого большого выбора различных бомб и ракет. Хотя, с другой стороны, мы будем использовать в основном только один пресет подвесов. Это 4 буллпапа и 4 бомбы по 1000 фунтов. Как по мне, идеальный вариант для штурмойка. Но есть один минус. Бомбы расположены во внутреннем отсеке. И хоть у нас есть вычислитель, бомбы нельзя так просто скинуть в пикирование. Они сбрасываются с небольшой задержкой. Для этого эффективность бомбометания несколько снижается. Впоследствии я даже отказался от бомб и загружаю только буллпапы. За один заход можно успеть реализовать 3 пуска. Обычно я снижал тягу до нуля и выпускал аэродинамический тормоз, который тут, кстати, похож на гигантский клюв. Выходит, с пикированием Буконир неспешно. Но, тем не менее, разбиться об землю крайне сложно. Быстрее всего нас собьет какой-нибудь ПТУР или автопушка. Из-за малой скорости и больших габаритов Буконира очень легко попасть. Как я уже говорил, нередкие случаи, когда мы успевали БМП, хотя Сержант Йорк или Джон Вик могут сделать это гораздо быстрее. По ЛТХ С1 выглядит намного хуже С2. Все из-за того, что тут стоит двигатель Дэй Хэвилайн Джаннер Джаннер Марк 101, который слабее Росросовских спеев примерно на 2000 кг силы. А это серьезная цифра, потому что Буконир весит немало, и мощность двигателя тут играет ключевую роль. Тем не менее, основную задачу по уничтожению танков мы выполняем и весьма успешно. Просто необходимо заранее строить заход и быть очень осторожным в выборе целей. К примеру, не стоит заходить сразу на респаун. Любая появившаяся зенитка будет, во-первых, в инвуле, а во-вторых, может нас спокойно сбить. Так что лучше выбирать цель, которая расположена в центре карты или на горе. В симуляторах боях самолета пробовать пока что нельзя, ибо ни одна из новинок еще не была добавлена сетап. Так что СБ опять в пролете. Хотя, учитывая, что все подобные самолеты воют за РК, то Букониро ждет подобная участь. А без динамики этот самолет будет отлетать от ЗРК в КД. В противостоянии смысла этой акционки я вообще не вижу, так как цена ремонтов 52 тысячи никак не окупится, даже если вы будете по КД бомбить базы и чудом выживете до конца сессии. Раньше был смысл набивания очков из рождения, но теперь, когда запрета этого нет, то самолет этот не нужен. Так что Букониро получился исключительно для танковых РБ. В остальных режимах использовать его будет проблематично, да и по большей части незачем. В СБ, к примеру, есть другие, более мощные штурмовики. Ну и на этом, пожалуй, все. Кому интересную историю, можете посмотреть его в обзоре про Буконира С2. Также заглядывайте в описание, поддерживайте видео лайка Хеншелем, ну а я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.